Друзья, в этом мастер-классе я покажу вам создание картины горного пейзажа красивого с озером. Если будешь не показывать в камеру, то подумают люди, что это говорящая картина. Да, вот сын подсказывает мне. Мы будем создавать великолепный горный пейзаж и поверьте, это будет не так сложно, как кажется. Вы видите в камеру, на экране, вы видите полотно уже с нанесенной краской. Я думаю, что не стоит показывать процесс нанесения первого слоя краски. Главное, чтобы у вас получилось то, что вы видите сейчас на экранах. Это довольно просто. Если вы чувствуете в себе силы справиться с такой живописной задачей, то и мастер-класс вам будет очень доступен, очень легок. Я считаю, что подготовка холста, нанесение первого слоя краски, это едва ли не самое сложное в картине. Потому что нужно преодолеть страх белого полотна и преодолеть страх минимализма. То есть, скурпулезной работы, очень такой медленной, очень тонкой над каждой деталью. А здесь мы просто записали полотно. Причем верхняя часть будет немножко светлее, нижняя будет немножко темнее. А сейчас посмотрим, как будет появляться горный пейзаж у нас на нашем холсте. Я не буду показывать вам палитру с красками, поскольку видеообъектив будет нацелен все время на холст. Но я буду комментировать, какие краски нам для этого понадобятся. Нам понадобится, конечно же, белила в большом количестве. Нам понадобится, иду от теплых цветов, яркий красный, это может быть кадмий. Нам понадобится желтый кадмий, тоже ярко-желтого, насыщенного цвета. Желтая охра, это немножко темноватый желтый оттенок. Темный желтый, такой теплый терракотовый цвет, ближе к терракотовому. Также нам понадобится зеленый цвет. Может быть, это веридоновая зеленая или любой другой темный зеленый цвет. Естественно, ультрамарин. И синяя ФЦ. Кстати, первый красочный слой на полотне, вы видите, выполнен ультрамарином, синим ФЦ и кадмий синий. Немножко, извините, синий кобальт, ультрамарин и синяя ФЦ. Вот они в определенной пропорциональной смеси дали нам вот такую вот подготовку цветовую. Я думаю, что у вас это легко получится с небольшими усилиями и экспериментаторством. Ну что же, сейчас давайте мы с вами уже начнем живопись. Интересную, красивую живопись. И быстро. Да, предлагаю начать ее, как мне подсказывает мой сын, и быстро. Предлагаю ее начать с живописи гор. Для этого я смешаю ультрамарин и немножко фиолетового цвета. Это может быть любая фиолетовая краска, которая будет давать достаточно темные фиолетовые оттенки. В процессе смешивания я пользуюсь мастихином. Использую для этого достаточно большую палитру. Для того, чтобы получать большие растяжки цветов. На мелкой палитре работать очень трудно. Поэтому рекомендую всем использовать крупную палитру для того, чтобы иметь плоскость для смешивания. Помним, что цвета на палитру выкладываются в таком порядке. Папа, папа, ты ничего не быстро не слышишь? Достаточно быстро. Цвета на палитру выкладываются в порядке от теплых светлых вверху, например, к холодным темным внизу. Это лично мой порядок цветовой раскладки на палитре. И, конечно же, на край палитры. Для того, чтобы внутреннюю часть, ее внутреннюю плоскость оставлять для смешивания. Вот у нас появляется что-то похожее на какие-то формы в виде гор. Помним, что уходящие объекты пейзажа, они как будто бы растворяются в дымке. Они становятся более светлыми. И здесь я для смеси использую больше белил. Добавляю в некоторые места даже желтую охру или золотистую охру. Что? Для того, чтобы получить эффект некой теплоты. Ведь пейзаж у нас будет освещен солнцем. Вот таким способом я наношу, показываю. Здесь у меня будет пик, здесь будет уступ. Да, я использую золотистую охру, чтобы ввести сюда более тепловатый оттенок. Она хорошо взаимодействует, эта краска, с холодными цветами. Вот здесь я наметил сейчас уже некоторый абрес гор. Сейчас я его немного уточню. Вот таким образом. Добавлю фиолетового цвета, как ни странно. Но в паре с синим, например, с синей ФЦ, фиолетовый цвет, который можно добыть, смешивая, например, ультрамарин с краб лаком. Или же взять просто фиолетовую краску. Он выглядит даже более теплым оттенком, нежели синий. Но это все потому, что фиолетовый ближе к пурпурному. В его цветовой волне достаточно много присутствует красного. Таким образом я показываю некоторую гряду, некоторые уступы. Большие горы, вот я отмечу, даже более острыми движениями. Самые главные, от которых мы будем отталкиваться. Вот. Раз, два. Обращаю ваше внимание, чтобы у вас не получилось одинаковых пиков. Они должны различаться по своей структуре, по своему рисунку, по своей высоте. И, конечно же, расстояния между ними должны отличаться. Вот здесь более интересно пропишем. Да. И по остроте. И по остроте. Конечно же. И можно дать теперь уже немножечко живописной фактуры в эту горную местность. Например, горы, когда рождаются, они возникают из глубин, из недр земли. Поднимаются каменные пласты. Соответственно, в их структуре может быть некоторая присущая горному пейзажу пластовость. То есть, может прочитывать какие-то тектонические особенности. Пап, ты так же сам рисуешь, как и я, мастихином. Вот. Мой сын подсказывает, что я рисую так же, как и он, мастихином. То есть, мы пользуемся приблизительно одинаковыми приемами. Кстати, моему сыну 5 лет. Он очень успешно показывает нам свои живописные приемы в плане свободы, в плане легкости. Ведь дети это делают очень непринужденно, достаточно качественно. Вот у нас появляется... Да, и быстро самое главное. Вот у нас появляется некая структура уже. Я здесь добавлю еще, например, детализации, которую нам всегда хочется видеть в картине интересности. Вот это делается такими горизонтальными движениями. Вот для того, чтобы придать скале ее скалистость. Где-то у меня остались пробелы. Возможно, я их тоже сейчас запомню. В дальнюю перспективу введу еще больше света, еще больше белого. Для того, чтобы горы начали у меня как будто бы растворяться в дымке. Помним, что в пейзаже работают две взаимосвязанные перспективы. Это линейная перспектива и воздушная перспектива. То, что сейчас я делаю, это комбинирую обе эти перспективы. Ну, например, дальние горы у нас получаются ниже. Это логично. И, кроме того, они получаются в цвете немного светлее. Вот это и рассказывает, об этом и рассказывает воздушная перспектива. Это нужно учитывать в процессе нашей живописной работы. Конечно же, горы будут в одной своей части более темные. Это где на них будет ложиться тень с правой стороны. А с левой стороны будут более светлые. Сейчас я перейду к прорисовке более детальных частей этих гор. Например, вот здесь добавлю немного синих интересных цветов. И сюда. Сюда. И в паре с тенями очень хорошо работают освещенные части гор. Сейчас я закончу теневую подготовку. Пап, это убирать? Это все убирать? Это не могут остаться? Нет, они могут мешать себе пейзажу с водой и с деревьяшкой. Так что лучше их убрать. Понял? Сейчас наш пейзаж напоминает некоторое скопище красок. Темных, светлых. Это очень важно. И борьба холодных и теплых. Да, и борьба холодных и теплых, как подсказывает сын. Это очень важно. Увидеть в пейзаже борьбу темных, светлых, теплых и холодных оттенков. Я думаю, что у нас все с вами получится, если мы будем учитывать эти нюансы. Сынок, поднимай, будь ласка. Рисунок гор можно уточнить. Оторвать одну гряду от второй более темным, таким фиолетоватым светом. Гряду гор можно уточнить более темными оттенками. Вот так. Например, гору переднего плана выписать. Я не стараюсь, внимание, скопировать один к одному пейзаж с картинки. Потому что такой задачи перед нами не стоит. Это работа, это творческая копия. У нас должно получаться похоже. У нас должны получаться чувства похожие при рассмотрении нашего пейзажа. Схожие с теми, когда зритель смотрит на красивую картину или работу. Или репродукцию, которая взята за основу. И поработаем теперь светлыми оттенками. Для этого нам подойдет кадмий желтый, охра золотистая. Немножко краплака. Для придания такой розовости, розоватого оттенка. И нанесем на самые освещенные участки гор. Хорошо смешанный, интересный, красивый, золотистый оттенок. Который будет их выделять. Который будет рассказывать о солнечном освещении. И придавать соответственно объемность этим горам. Дальние горы, на них тоже ложится теплый солнечный цвет. Но с большим количеством белил. И с большим количеством, немножко большим количеством холодных оттенков, ультрамариновых. Для того, чтобы сохранить эффект воздушной перспективы. Горы дальнего плана, они отличаются именно своей прозрачностью, воздушностью, легкостью. Это очень важно. Вот мастихин можно прижимать очень хорошо. Растягивать эту гору вниз. Придавая ей объемность. Обратите внимание, что свет на горах ложится преимущественно с одной стороны. Это слева. В то время как справа у нас сохраняется эффект тени. На горах, которые находятся ближе к зрителю, ближе к нам, могут лежать более явственные, такие более интересные контрасты на пиках. Которые, согласно законам воздушной перспективы, есть более четкими, более насыщенными. Вот приблизительно в таком ключе. Далее мы подготовим здесь какие-то снеговые пласты, которые лежат ближе к подножию гор. Они сделаны более светлой, делаются более светлой краской. Но здесь важно запомнить, что краска эта должна быть в любом случае темнее неба. Иначе у вас будет диссонанс. Небо начнет спорить с снегом, который по сути отражает небесную синь, небесную лазурь. А отраженный свет и цвет, он всегда менее насыщен и более темный, чем тот, который отражается. То есть более темнее и менее насыщеннее отражаемого цвета. Это цвет небесной лазуи. Поэтому я ввожу сюда и более теплые, даже такие ахристые оттенки. Но надо с осторожностью, чтобы не испортить цвет. И можно использовать для этой цели даже красные, розовые, такие более розовые оттенки, более темные. Но они, конечно же, должны быть, эти оттенки, светлее самих гор. Светлее самих гор, но темнее, чем небо. И тогда у нас получится качественная, интересная живопись. Вот этим мы сейчас с вами и займемся. Положим некоторые такие световые эффекты. Вот, например, таким образом. Я использую здесь, даже добавлю немножко желтого цвета, для того, чтобы получить более теплый такой оттенок. Это в освещении может быть и рефлекс от освещенных частей гор. Он должен быть спокойным. Он должен быть достаточно холодным. И достаточно темным. Именно эти вещи. Есть. Значит, у нас уже получается некоторое подобие горной гряды. И, конечно же, добавим побольше белил и освещенности, куда это нужно. Например, в гор дальнего плана. Вот так. Проследим за аккуратностью этих выступов. И также за тем, чтобы эти пики не были параллельны. Направления не были параллельны друг другу. Иначе будет уже картина наша менее интересная. Есть. И дальше можно перейти к живописи, например, более близких планов. А именно, это дальнего берега озера. Здесь у нас будет разворачиваться озеро. Для того, чтобы сделать живопись дальнего плана, мы будем использовать более темные и холодные цвета. Ведь этот дальний берег, он лесист. Как у нас, исходя из репродукции, от которой мы отталкиваемся. Для решения этой живописной задачи нам подойдут темные и зеленые цвета. Веридоновая зеленая. Зеленая FC. В смесях с ультрамарином. С синими цветами. Я думаю, что эти краски достаточно качественно помогут нам показать зеленность леса дальнего берега озера. Можем начать с более темных массивов леса, которые располагаются в левой части. Они располагаются вот таким треугольным массивом. Я использую мастихин и красочные смеси, которые, кстати, нужно хорошо размешать для того, чтобы получить максимально качественную красочную плоскость. И можно вот такими вертикальными движениями показать, что здесь у нас будет находиться что-то темное. Пока это еще непонятно. Нет рассказа о деревьях. Но они скоро здесь появятся. Вот таким образом. Далее, полоса леса с удалением от зрителя и, соответственно, берега озера уменьшается в своих пропорциях до некой такой узенькой полосочки. Более даже светлой и синеватой. Я использую для смесей ультрамарин. И немного белил, совсем немного белил. Дальше она опять, эта полоса, лесополоса может подниматься. Таким образом, рассказывая о интересном рисунке пейзажа, подниматься. И вот здесь, в этой части, снова подниматься в более высокую, такую интересную структуру лесополосы, которая размещена, очевидно, на некой горе, на неком холме. Для этого использую даже более теплые цвета. И эта часть леса принимает на себя часть солнечного света. Поэтому я использую золотистую охру, немного желтого кадмия. Добавляю это в синюю смесь веридоновой и ультрамарина. Получается, если вы видите, более теплая, более светлая зеленая полоса. Полностью ее вытягиваю, обозначаю, где у меня будет край, соответственно, озера. Еще раз хорошенько вымешиваю краски. Очень важно вымешать краски на палитре. Я использую для вымешивания красок мастихин. Мастихин позволяет получать чистые, ровные цвета. Ну и, соответственно, для нанесения тоже этот инструмент подойдет. Если вы хотите получить достаточно четкий, ровный мазок, без особого сильного вмешательства предыдущих красочных слоев, мастихин для этой цели очень и очень подходит. И, конечно же, в нижней части гряда, вернее, массив леса будет более темным, более холодным. Вот здесь работает меньше солнечный цвет. Вот таким образом, даже с применением коричневого цвета, и я покажу некоторую такую вот зеленую массу. Есть. Далее, поскольку у нас озеро, естественно, в нем будет происходить отражение окружающего пейзажа. С этим все согласятся. Что нужно помнить об отражении? Отражение всегда более темное, чем отражаемый объект. Отражение всегда менее контрастное, чем отражаемые объекты. Значит, если у нас горы достаточно четко написаны, контрастными, хорошими сочетаниями фиолетового и ярко-розового, такого оранжевого, внизу контрасты должны существенно, внизу я имею в виду в отражении в озере, контрасты должны существенно уменьшиться. Но для этого мы будем использовать уже не мастихин, а кисть. Для этих целей мы будем использовать плоскую синтетическую кисть и будем наносить отражение. Поскольку горы находятся достаточно близко к озеру и они достаточно высокие, отражение будет практически зеркальным. Вот такими плавными движениями, постепенными, я буду наносить отражение. Начну с тех цветов, которые я вижу лучше всего. Это светлые цвета. И естественно отражение должно лежать в некой симметрии к отражаемым объектам. Почему мы наносим отражение кистью, а не мастихином? Во-первых, кисть позволяет краске лучше взаимодействовать с предыдущим слоем, который уже сюда нанесен. Следовательно, краска будет в некоторой степени подмешиваться к этому красочному слою и растворяться. Как будто бы растворяться, смешиваться и таким образом ослабевать своей контрастности и светлоте. Это то, что нам как раз и нужно. Для того, чтобы отражение у нас было менее насыщенным. Более темным и менее контрастным. Я также буду использовать смеси синий ФЦ и зеленый ФЦ для написания темных частей горной гряды. Вот таким образом приблизительно. Моя задача сейчас набрать красочный слой. Не забываем, что также есть отражаемый массив леса. Его нужно тоже достаточно четко изобразить. Я для этого буду использовать кисть и вытягивать мазки, обратите внимание, фактически вертикально. Таким образом, это будет лучше сообщать нам отражение в воде. Вот именно такая вертикальность, продолговатость мазков. Краски нужно использовать много, хорошо, наносить ее смело, подводить ее практически вплотную к отражаемому объекту. Там, конечно же, у нас еще появится береговая линия. Будем также прописывать отражение светлых частей. Это очень важно. Добиться достоверности и интересности, наверное, в первую очередь, для зрителя. Поэтому отражение должно максимально соответствовать отражаемому объекту в данном пейзаже. Водичка здесь чистая. Это наверняка какие-то канадские горы. Очень интересные бирюзовые оттенки. И их достаточно легко можно показать с помощью зеленой эвце. Смешиваю ее с белилами, нанося на плоскость. Помним, всегда нужно выдерживать то правило, что отражаемые объекты должны быть более темными. Вернее, отражение отражаемых объектов должно быть более темные, чем сами объекты. Но, конечно же, и менее контрастным. Для того, чтобы сделать его менее контрастным, если мы светлые места сделали более темными, темные места, например, эти, можем сделать более светлыми. Вот таким образом. Посмотрите, более светлыми. Я буду здесь применять больше зелёной ФЦ, ультрамарина, для того, чтобы сохранить бирюзовость этой воды, прозрачность, лёгкость, вот таким образом. И в местах, в которых отражаются наиболее тёмные массивы гор, буду давать наиболее смелые, такие корпусные, широкие мазки. Вот таким образом буду их наносить. Ещё более затемняя этот пейзаж, на помощь даже призову ультрамарин и фиолетовые оттенки. Вот таким образом. И буду набирать до тех пор, пока у меня не получится некое правдоподобное отражение горной гряды. Вот так. И ещё сюда вниз. Это первый набор, первые, так сказать, мазки для того, чтобы написать воду. Но что интересно, вода также имеет и передний план, который представляет собой камушки, которые, в свою очередь, лежат в воде. Вам было бы интересно показать камушки, которые лежат в воде и которые покрываются прозрачной водой, из которых также потом появляются Некоторые брёвнышки и коряги. Это возможно, конечно, такой эффект увидеть в воде спокойной, в штиль. На озере сейчас безветренная, отличная погода. Как раз для рыбалки, для отдыха, для любования, умиротворения, спокойной природой. И сейчас мы с вами попробуем... А вот, знаешь, чтобы всё получилось, надо верить в себя. Показать детальность. Вот мой сын говорит, чтобы всё получилось, ещё раз повторю, нужно верить в себя. Это определённо важная составляющая нашего с вами успеха. И мы, конечно же, верим, что у нас получатся отличные камушки. Для того, чтобы сделать камушки, я использую смесь из охры золотистой, краплака красного и немножко ультрамарина. Получается вот такой вот холодноватый, светлый оттенок. И этим светлым, холодноватым оттенком, который должен быть, конечно же, темнее, чем горы. Обязательно темнее, чем горы. Я буду писать... Вот я его сейчас добавляю фиолетовый. Умышленно немножко приглушил. Фиолетовый или пурпурный. Здесь, скажем так, различие названия цветов. Это очень, очень зыбкое. Поэтому я буду показывать, как это работает на холсте. Вот такой смесью охры и каких-то синих, фиолетовых, холодных цветов я начинаю наносить дно. Это дно этого озера. Обратите внимание, это дно явно темнее, чем освещенные части гор обязательно. Но в то же время оно достаточно светлое, для того, чтобы потом на этих светлых вещах мы могли с вами с большей достоверностью прописать, прорисовать интересные камушки, интересную структуру дна озера. Ведь это всегда захватывающе, когда картина у художника получается практически очень похожей на натуру. Вспомним Полинова, замечательного художника, который мог изображать пейзажи с... Наверное, не очень правильно будет такое сравнение, но скажу. С фотографической достоверностью. Фотографической достоверностью это сейчас мы можем говорить. А во времена, которые я писал Поленов, фотоаппарат, фотография не была столь развита, как сейчас. И поэтому, наверное, с точки зрения современного языка именно фотографическая достоверность. Но на самом деле, более корректным будет утверждение натуралистическая достоверность. Когда мы смотрим на пейзажи Поленова, у нас такое впечатление, будто мы сами находимся в той среде, в том пейзаже, о котором рассказывает замечательный художник. Обратите внимание, что сейчас я в отражении гор, в отражении гор, это здесь будет у нас размещаться отражение именно, использую более холодные оттенки зеленой ФЦ с смесью с небольшим количеством золотистой охры. Таким образом, я делаю здесь интересный эффект отражения в этой бирюзовой воде этих массивов, в которых еще все-таки просвечивается в некоторой части это дно озера. Естественно, что в воде отражается также и небо. И это небо будет давать более светлые, интересные оттенки. Вот они появятся у нас здесь. Их можно наносить как мастихином, так и кистью, чем будет вам более угодно. Ну, наверное, я здесь буду их наносить кистью для того, чтобы получить более такой смешанный, а именно сложный цвет. Сложный цвет означает цвет, который состоит из многих других цветов и оттенков. И вот прям белило я наношу, скажем так, белило с небольшим количеством ультрамарина, я наношу поверх вот этой подготовленной уже, скажем так, синеватой основы. И это, эти белило должны гармонично в какой-то из, в каком-то месте вот так вот сплавиться с желто-голубоватым охристым оттенком берега. Вот здесь мы продолжим написание дна озера и в каком-то месте дадим более темный, более жесткий такой оттенок. Для чего? Именно здесь появится у нас коряга. Появится коряга, которая будет формировать передний план и будет отчетливо на нем видна. Вот поэтому здесь тень, это глубинная тень, которая падает от коряги. Я использую здесь фиолетовый. Добавляю в него ультрамарин для того, чтобы немножко усилить этот эффект. И даже немного умбры. Вот. Есть в... Также я продолжу далее писать дно, выводить этот интересный оттенок, который, я считаю, достаточно удачно мы нашли. В правую часть картины. Вот сюда. Если у меня получается он излишне желтым, это свидетельствует о том, что я недостаточно тщательно вымешал краску на палитре. Я возвращаюсь к палитре, продолжаю. Растягиваю ее сюда вправо. Использую еще больше охры, использую краплак, использую фиолетовый и подготавливаю краску. Краски на палитре должно хватать, ее должно быть много. Если у вас дефицит красок на палитре или в тубах, о хорошей живописи сложно говорить, потому что не с чем работать. Материала должно быть всегда достаточно. Это похоже, если бы вы занялись вышиванием, но у вас не было бы достаточного количества бисера или нитей. Что бы вы тогда делали? И вы бы, например, начали экономить шить бисеринки не рядом друг с другом, а, например, на некотором удалении. Или пропускать. Или использовать цвет, которого у вас нет. Вот я сейчас заканчиваю правую часть картины. Заканчиваю ее нанесение сюда более теплых цветов. Обратите внимание, что эти теплые цвета, которые будут рассказывать о таком некотором песочно-глинистом или, возможно, даже каменистом из светлых таких камушков дне. Вот эти цвета, они с приближением к горизонту, вот здесь это явно видно, становятся более холодными. И даже мастихин помогает мне смешать их с уже нанесенным здесь зеленоватыми, фиолетоватыми, синеватыми оттенками. Вот в той мере, в которой требуется. Для того, чтобы у нас получился реалистический, хороший, настроенческий пейзаж. Ну а какое здесь настроение? Ясно, что здесь какой-то летний, летний интересный горный мотив. А горы это всегда величие, это незыблемость, это движение. Вот таким образом я растягиваю определенную краску по нашему холсту. Значит, доведем до конца начатые, вот здесь сюда вытянем такие желтоватые оттенки на озеро. Возможно, переставь. Вот такие желтоватые оттеночки. Они как раз очень выгодно смешиваются с краской, которая была уже нанесена с этой голубой синеватой красочкой. И получается достаточно спокойный такой вот цвет. Если мы хотим сделать какую-то гору более явственной, или вот чтобы отражение более эффектно работало в воде, мы можем немножко ее переместить и даже увеличить прямо сейчас на нашей верхней части картины. Вот, например, вот так. Используя краску, которая уже здесь есть, ее приподнять. Соответственно, поддержка здесь будет холодная тень. Более холодная, интересная тень дальнего плана. И интересное отражение в воде, конечно же, должна найти эта гора. Оно будет где-то здесь. Где-то вот так. Еще более низко. Помним, что здесь у нас будет отражаться как массив леса, так и сама скала. И эта часть картины будет очень интересной. Вот, например, таким образом. Вот пик. Вернемся также к отражению неба. У нас здесь есть уже голубоватый, фиолетоватый цвет. Его нужно только сплавить... Цветом более светлым. Для этого я использую белила и немного ультрамарина. Я просто немножко выбелю цвет, который у нас уже здесь нанесен. Он все равно должен быть в некоторой степени где-то усредненным между цветом неба и цветом в своей светлоте. И цветом, который представляет собой камушки на дне озера. Вот так. Можно добавить сюда больше ФЦ. Зеленый ФЦ. Эта красочка оживит, даст такую интересную голубизну в цвета. Которую здесь хочется увидеть в этих голубых озерах. Вот так, например. Я использовал кисть для того, чтобы краски между собой лучше взаимодействовали и лучше смешивались. Когда вы пишете кистью, вы можете заметить, что краски начинают друг на друга наползать. Друг друга затемнять. И это нормально. Мастихин дает более четкий, более такой правильный, насыщенный в цвете и в светлоте мазок. Что не всегда выгодно. Потому что если речь идет об отражении в воде, например. Такие четкие рваные цвета могут даже помешать объективному, реалистическому восприятию. Но у нас все получится. Вот видите, я наношу сейчас освещенные участки этих пик, горных пик. Для того, чтобы выявить контрастность. Вот здесь. И интерес зрителя. Зрителя. Помним о симметрии. Надо постараться как можно более четко выдержать симметричность, симметрию. Используем для этого разные направления мазка. И вот здесь интересный очень такой цветовой пассаж. Ему желательно, конечно же, показать. Далее. Гора разворачивается. Также поработаем, не забудем, над левой частью озера. Более тщательно. Добавим сюда оттенков. Добавим сюда отражение светлых частей. Вот. Оно будет идти смесью ФЦ, белил, немного ультрамарина. В общем, на палитре у меня сейчас очень большое скопище красок. Я их использую для разведения, для достижения более таких нюансных, тонких оттенков. Вот. Отражение. И, конечно же, сам лесной массив. Я буду использовать для отражения этих темных массивов леса. Более темные, ультрамариновые, синеватые цвета. Немножко, наверное, с ФЦ больше. Вот так. Для того, чтобы качественно показывать отражение леса. Еще. Использую вертикальные маски. Они хорошо взаимодействуют друг с другом. Вот пошел отражение леса. Снова массива. Ну, а ниже будут более светлые. Более светлые места этих снеговых, таких, каких-то массивов. Вот так. Происходить. Теперь я могу, конечно же, показать корягу на переднем плане. Для того, чтобы уже полностью видеть композицию своего пейзажа. Для коряги я буду использовать светлые цвета, разбеленный фиолетовый цвет с добавлением золотистой охры. Будет получаться что-то вроде вот таких оттенков, побольше краски. Вот таких светлых оттенков. Пейзажочек еще не приготовился. Вы помните, что коряга, которая лежит в воде, это, как правило, высушенный кусок дерева. Высушенный кусок дерева выглядит всегда таким сероватым. И коричневым. На которого... Этот кусок, на который влиял солнечный цвет. И коричневые бывают. Да, вот мне подсказывает сын, что бывают и коричневые. Естественно, мы используем и коричневые цвета. Вот коряга лежит. Здесь более такого коричневатого, фиолетоватого оттенка. Мне нужно показать просто объем, что здесь что-то находится. В виде таких... Не получается, только оттуда надо и смешать. Оленьих рогов каких-то. А это дерево. Да, ну всегда в дереве, в корягах можно найти какую-то историю, какой-то рассказ. Да, а тут голова торчит. Какой-то образ. Да, вот, например, здесь будет коряга. И теперь я вижу... Начинаю видеть композицию более точную, более детальную в своей работе. Далее мы займемся с вами детализацией. Мы опять вернемся к горам. Для того, чтобы более их продетализировать, мы вернемся с вами к небу. Добавим сюда немного светлых вещей, которые будут нам рассказывать об облаках вот такими движениями. Чтобы небо не было скучным. Чтобы оно приобрело какую-то натуралистичность. Добавим более белого цвета. Немножко больше сюда. Вот. В смесях с небольшим количеством розового. Вот таким образом сделаем эти облака. Легкими движениями, едва касающимися. Облака у нас где-то более контрастные, более светлые, а где-то они растворяются в дымке. Поэтому мы вот таким образом будем их вытягивать. Небо всегда гладкое, нежное, красивое. Если, конечно же, это солнечный день. А не буйство красивых красок, облаков на небе. Потому что небеса, конечно же, могут отличаться. В зависимости от погоды, настроения природы. Где-то таким образом мы немножко разбавим само небо. Сделаем его более интересным. Помним, что облака никогда не бывают однообразными, повторяющимися. Или какой-то правильной формы. Поэтому здесь можно свободно использовать случайные движения руки. Случайные интересные красочные смеси, которые будут у вас получаться. Это все будет очень увлекательно. Разглаживаем места, которые нам хочется сделать более плавными, легкими, детализированными. Здесь будет наибольшая концентрация краски. Таким образом, разглаживание ведем от темного к светлому. Таким образом, наползая, как будто бы темной краской, на уже готовое светлое облачко. И выравнивая его. И можно в завершение дать вот такие диагональные удары. Которые облака эти приведут в движение, добавят даже динамику в картину. Вот как будто бы они разворачиваются куда-то, плывут под легким, совершенно незаметным ветерком. Далее вернемся ненадолго к горам. Добавим небольшой детализации. Поработаем над рисунком. Пирожочек, 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 пирожочек. Рисунок гор желательно сделать достаточно четким. Горы на краю имеют рваную конкретную линию. Которая может быть представлена некоторыми уступами, грядой. Вот. Горы отделяются. Массивы гор более близких планов отделяются более темными, интересными переходами. Смесь фиолетового, ультрамаринового будет здесь не лишней. Можно дать фактуру в горы, добавляя более темные цвета. Сохраняя нашу уже в некоторых местах достигнутый эффект пластовости, эффект скалистости. В некоторых местах, в некоторых частях они будут более светлыми. Особенно в сопряжении с горой переднего плана. Это будет выгодно отделять одну гору от другой направления. Более даже случайных мазков, ударов. Вот таким образом понятно, что гора своей скалистой структурой может врезаться и должна в снеговые массивы. Где-то проталины могут появиться. Вот небольшие для того, чтобы показать такую природную, непринужденную плоскость снеговых частей, снежных склонов. Наверное, по ним очень приятно заниматься фристайлом. Вот так. Естественно, более интересный рисунок можно придать уже горам дальних планов, более точный. Вот таким образом я делаю горы более детализированными, более завершенными на вид. Желательно, чтобы пики гор не были строго пирамидальными. Некоторые из них более уплощенные. Потому что в природе как и облака не повторяются, так и горы. Они бывают совершенно и есть совершенно разными, отличаются друг от друга. Никогда не повторяются. Здесь интересные какие-то светотеневые переходы могут появляться, более детальные. Все это дело вкуса. Насколько вам захочется детализировать вашу картину, приводить ее, скажем так, в наиболее законченный вид. Но всегда в процессе живописи ваша картина должна выглядеть как будто бы законченная работа. На любом этапе, взглянув на картину, можно угадать, о чем идет речь. Ну а даже если не угадать визуальный образ, то хотя бы прочувствовать то, о чем хочет сказать автор. Это очень важно. Если это получается от самых первых этапов до последних, можно сказать, что работа идет в верном ключе. Ну а сама детализация, это еще раз повторюсь, дело вашего вкуса. Насколько вы захотите подробно рассказать о том или ином сюжете. В данном случае у нас горный пейзаж. Вот я занимаюсь тем, что сейчас детализирую, добавляю световые эффекты в горы. Изменяю их геометрию для того, чтобы сделать этот пейзаж более интересным зрителю. Добавляю где-то снежные какие-то трассы, здесь вы можете увидеть, которые, соответственно, изменяют и геометрию гор. В горы дальнего флана могу добавить большую детализацию, изрезав их вот такими светлыми теневыми участками. И, соответственно, добавив более светлых, легких световых эффектов смесью желтого, розового и белил. Еще больше голубого. Ведь эта гора находится вдали, а так она не может быть очень насыщенной в цвете. Вот, эта гора дальняя. Таким образом, есть, и, соответственно, сюда. Соответственно, и здесь тоже можно поупражняться с детализацией. В горах могут появиться небольшие световые эффекты, более холодные, чем свету. Но, тем не менее, которые состоят из охры, из более розоватых оттенков, которые будут рассказывать о их скалистой природе, о какой-то фактуре. Они совершенно безобидны, легкие. Но здесь очень важно не пересветлить их. Если же будут слишком светлые эффекты у вас, то появится разрушение, определенный диссонанс, который будет достаточно сложно убрать. Вот здесь у меня получился достаточно пересветленный мазок, и поэтому его приходится убирать специально. Вот здесь более легкие движения, вот так. Более легкие, которые будут рассказывать о какой-то скалистой природе этих гор. Далее возвращаемся к детализации леса, уже окончательной. На горах я, пожалуй, остановлюсь. Меня устраивает эта степень детализации. Лес дальнего плана будет еще более холодным, еще более голубым. Вот здесь. И, конечно же, неравномерным в своей высоте. Где-то более высоким, где-то более низким. Опять же, добавлю голубизны на деревьях, которые находятся вдали. Это всегда выгодно. Лес, который будет поближе, соответственно, он будет и темнее, и крупнее, и с большим количеством деталей. Как делать эти детали, я сейчас вам покажу. Ну, вот такой лес дальнего плана. Как делаем детали в лесу? Естественно, можно отдельно стоящие деревья высокие показать какими-то вертикальными ударами мастихина. Вот просто даже изрезав эту красочную смесь, которая у нас уже получилась. Из этой коряги должна быть торчать какая-то рука. Да, из этой коряги может действительно появляться некоторые зрительные образы. Так, и тени. Тени можно сделать смесью ультрамарина с коричневым. Тоже вертикальные мазки. Чем чаще, тем лучше. Которые будут рассказывать о высоких в данном пейзаже сосновых деревьях. Вот так. Вертикально, вертикально. Добиваемся эффекта такой вибрации. Эффекта таких пик отдельно стоящих. Вот. Там дальние массивы леса. Отрабатывать детально, я думаю, не нужно. И, соответственно, вниз. Соответственно, вниз. В целом, у вас должна получаться вот такая вот рябость, движение. Темных, зеленовато-голубоватых цветов. Которые будут ассоциироваться у зрителя. В визуальном его восприятии с лесом. Где-то можно методом процарапывания показать еще более мелкие детали. Но увлекаться этим здесь не нужно, конкретно в этом месте. Потому что это может привести к передетализации. Это не менее опасная вещь, чем... И даже более опасная вещь, чем недодетализация. Лучше оставить картинку менее детализированную, чем перестараться с деталями. Особенно в тех местах, где это не нужно делать. И теперь освещенная часть леса. Вот здесь, в правой, самой интересной части. Я таким же образом вытягиваю отдельно стоящие деревья. А где-то оставляю сплошной массив леса. Смотрите, как я это делаю. Выравниваю где-то плоскость. А где-то вытягиваю отдельно стоящие верхушки деревьев. Именно эти верхушки и будут рассказывать вам о фактуре леса. Они будут именно наиболее правдоподобными. Если вы вспомните картины Левитана, они отличаются именно не детализацией каждой елочки в отдельности или сосны. А именно отличным чувством цвета, когда он из цельного цветового пятна вдруг вытягивает одно-два дерева. И достаточно в таком случае буквально прорисовать одну-две веточки и остановиться на этом. И у вас будет совершенно правдоподобное изображение лесного массива. Вот и я пытаюсь достичь этого эффекта способом показа одного-двух деревьев, которые составляют этот массив. Здесь я более скурпулезно разглаживаю краску. Вот так. Здесь у меня входит сюда в состав красочной смеси и коричневые, и бордовые, и красноватые оттенки. И сейчас покажу одну-две ели. Просто очень и доступно вытяну их мастихином. Я использую для этого ребро мастихина. Подготовлю красочную смесь темного цвета. Использую ребро мастихина для того, чтобы вытянуть какую-то, грубо говоря, палку. Просто вверх. И, например, еще несколько подобных палок. Я использую для смесей веридоновую, коричневую и синюю краску. Вот. И теперь из этих вытянутых палочек мы можем сделать ели. Слегка распушиваю их, то влево, то вправо. Еще раз скажу, слегка. Для того, чтобы не получилось грубые, неинтересные палки. Ну, или слова, как подсказывает мой сын. Но в живописи слова это краски. Краски, линии, рисунок. Вот таким образом я их вытягиваю вверх. Где-то методом процарапывания могу придавать им форму. Придавать им эту хвойную, такую вот колючесть. И я думаю, это будет интересно вам попробовать. Вот. Таким образом. Помним, что ель или сосна. Ну, в данном случае здесь какие-то ели. Это пирамидальная форма. Вверху она должна быть более изящной, грациозной. Вниз может вытягиваться. Вот таким образом. И отдельные ели, конечно же, можно показать и нужно. Вот здесь на темном массиве я использую для этого ребро мастихина. Прямо в темной нашей уже подготовке выделяю отдельно стоящие деревья. Пишу иглы, но не каждую, естественно, иголочку, а в целом крону дерева. Вот таким образом. Ребром. Ребром. И у меня появляется фактура еловых лап, еловых веток. Особенно на переднем плане это актуально. Могу немножко продетализировать, но уже темным цветом, дальние места. Я использую смеси зеленого, веридоновой и коричневого для того, чтобы придать детальности дальним планам. Вот некоторые детальности. Опять же таки, здесь не нужно стремиться к абсолютной детализации. Потому что, еще раз повторюсь, картина будет интересна только тогда. В основном тогда, когда вы предоставите зрителю возможность домыслить то, что вы изображаете. Если вы подадите ваше изображение очень буквально, интерес у зрителя будет очень скоро иссякать. Вспомните, какими приемами пользуются литераторы и писатели. Они, конечно же, провоцируют читателя на размышления. Своими описаниями они никогда, вернее всегда, дают возможность додумать персонажа, исходя из вашего опыта и представлений, каким вы хотите его видеть. Но ни в коем случае писатель не стремится показать все буквально. Но у него даже это не получится. Ведь визуальные образы словами очень сложно достоверно рассказать или пересказать. Вот таким образом у нас получили здесь ели. Давайте продетализируем береговую линию озера. Это тонкая-тонкая светлая линия, которая будет опоясывать воду. Вот она более светлая. Но она, конечно же, не должна попадать по свету в горы, посвященные солнцем. Может быть более яркой на освещенном берегу. Вот здесь. Более такой крупной и толстой с приближением к зрителю. Вот так. А здесь оставаться холодной. Даже методом процарапывания, очень хороший метод для этой цели, можно сделать подобные эффекты. То же самое и здесь. Методом процарапывания мы покажем дальнюю линию озера. Вот таким образом. Теперь давайте перейдем к завершальной детализации отражения нашего в воде. И пропиской переднего плана детальной мы закончим нашу картину. Как делать детализированное прописку отражения? Я буду использовать для этого мастихинку. В результате работы с кистью получились интересные цветовые решения. И все, что нам нужно, это сейчас их усовершенствовать. Вот под самый бережок я, например, буду использовать более темные цвета под самым берегом. Но холодные. В состав этих цветов будут входить ультрамарин и зелёный АФЦ. И я буду насыщать отражение именно под самим берегом. Это всегда будет давать интересный, очень интересный зеркальный эффект. Вот так, вот так, вот так. Короче, получается. Я не на картину смотрю, а на сырик у нас смотрю. Угу. Папа, ты что, не видишь? Смотрю, да, ты смотришь в видеокамеру на экранчик. А ну, у нас же видеокамера какая-то тёмная. Ничего, мы его... Я думаю, что на мониторе будет хорошо получаться. Ты еще можешь немножко так... О! Так оно нормально. Вот. Значит, я детализирую и работаю мастихином. Мастихин в этом случае нам поможет взять чистый оттенок. Мы помним об этом, чистый и чёткий. И я использую его для придания более насыщенных, более таких конкретных, контрастных цветов. Особенно вот здесь, где должен отражаться у меня массив леса. Я буду использовать, опять же таки, зелёную ФЦ и ультрамарин. Ультрамарин с небольшим количеством белил. С небольшим количеством белил. Вообще, белила старайтесь использовать в как можно меньших количествах. Они отравляют вашу цветовую гамму в очень сильной степени. И если их использовать неграмотно или не в том месте, они приводят к разбеливанию. Такой эффект есть разбеливание. Когда вы хотите сделать более светлый элемент пейзажа, вводя в него только белила, а не цвет, получается эффект размытости, размыленности, некрасивой такой размытости. Это и есть разбелённость. Но мы же этого допускать не будем. Мы будем использовать белила грамотно. Вот. Я думаю, что у нас все для этого ресурсы, знания, сила есть. Теперь. Продетализируем немножко отражение. Используем мастихин для разглаживания цветовых масс. Вот таким образом. Для того, чтобы показать их как ступеньки движения. То же самое и здесь. Отражение в воде неба. Отражение гор. Естественно, здесь можно и нужно даже постараться сделать его максимально интересным. Немножко разгладить. Для дополнительной детализации. При работе мастихином. При работе мастихином я использую тряпки или салфетки для того, чтобы... Утирать мастихин. Да, регулярно чистить. И от чистоты мастихина, соответственно, будет зависеть и чистота наносимых вами мазков. Вот таким образом я разглаживаю красочные слои, которые уже здесь есть. У меня подготовлены. Более светлые, с белилами. Для того, чтобы... Сейчас более досконально отработать отражение в воде. Дать детализацию переднего плана. И закончить... Успешно эту картину. Вот таким образом. Всё, что я делаю сейчас, это разглаживаю мастихином нанесённую краску. И вводя сюда некоторую детальность. Вот здесь есть небольшая хитрость в зоне, где отражаются ёлочки в воде. Они должны отражаться некоторыми вертикалями, между которых появится светлота неба. Вот здесь очень важный этот нюанс. И нужно его постараться как можно более чётко отработать. Для этого можно нанести, например, на всю плоскость голубую краску отражающегося неба. Вот здесь. Вот таким образом. И поверху дать отражение ёлочек. Но какой краской? Какой краской мы будем делать это отражение? Немного бликует на экране, но я, наверное, прокомментирую, а потом покажу, и всё поймёте. Я буду делать краской дна, то есть камешков. Это очень важно, потому что в теневых частях, а теневые части, это там, где ёлочки отражаются, будет видно просвечиваться дно озера. Поэтому здесь я использую этот приём. Вот так. И вот так. Да, теперь, я думаю, будет убедительно. Я обязательно покажу эту картину потом с разных ракурсов, для того, чтобы вы могли сами убедиться, насколько это получается. Есть отражение самих гор, оно будет более нежным, более лёгким. И здесь, конечно же, будут отражаться сами снеговые склоны, снежные. Снежные склоны. Их надо сделать тоже красивым таким фиолетоватым, зеленоватым цветом. Я использую для этого ультрамарин и ФЦ. Ультрамарин и ФЦ? Да, ультрамарин и ФЦ. Для того, чтобы показать эту именно ситуацию. Эти снежные склоны будут выгодно отделять отражение леса от отражения гор в воде. Вот таким образом. Красиво рисуешь. Спасибо, сын. Красивее, чем было. Знаешь, чтобы ты там ещё забыл дорисовать? Что? И скорее я там вижу руку. Да, мы дорисуем это обязательно. Ты сказал последнее, чтобы на неё не налезть. Хорошо. Небольшие ещё уточнения по отражению гор. Здесь нужно сделать это максимально интересно. Максимально легко. Если мы видим, что где-то мы перестарались темнотой, даём больше белил. Ни в коем случае у нас отражение не должно получиться более контрастным, чем отражаемый объект. Если это получается, изображение, картина будет неубедительна для зрителя. В отражении мы можем использовать цвета слегка отличные от тех, которые мы использовали для построения самих горных массивов. Слегка отличные, ещё раз повторюсь, не сильно. Но в целом очень похоже. Здесь, опять же таки, нужно очень большое внимание уделить контрастность. Если нужно, списываем. Это всегда будет более выгодно. А если нужно, не списываем. Если не нужно, не списываем, естественно. А если не нужно, не списываем. Понял? Да. Отражение снеговых склонов и снежных вещей можно сделать максимально хорошо. Я всё время балансирую в цвете. Заметьте, между цветом скалы, между цветом снежных склонов и между цветом воды. Здесь уже будут видны камешки. Поэтому это место наиболее чувствительно к правильному подбору цвета. Следовательно, мы должны уделить ему максимальное внимание и максимальное количество времени. Не пожалеть. Тем более, это передний план. Он будет у всех на виду. И все будут смотреть и, соответственно же, оценивать нашу работу по тому, как у нас это получилось или не получилось. Таким образом, я думаю, что получается весьма неплохо отражение у нас гор в воде. Отделяем. Немножко нужно отделить, конечно же, снежную, снеговую плоскость, снеговые склоны от самой горы. Далее мы можем поработать, поработав тёмными цветами, поработать теперь более светлыми цветами, отражая, которые ложатся на камушки сверху и рассказывают нам о их объёмности. Здесь очень важно подобрать правильный цвет, чтобы он не был слишком светлым. Вот. Я думаю, что так может быть более жёлтых и ещё более тёмных. Холодными цветами. Сейчас будем подбирать и пробовать. Да. Вот именно так это будет у нас происходить. Более охристые, тёплые, более холодные оттенки. Таким образом, положив тёмные тени и светлые блики поверх них, мы рассказываем о некоторой такой фактурности, рябости, которую сообщают нам маленькие камешки в озере. Таким образом, мы формируем прозрачность этой воды по сути, какими-то логическими размышлениями и логическими вполне, я считаю, действиями. Вот так, вот так, вот так. Добавляем ещё больше белых, светлых вернее, оттенков. Формируем фактуру. Фактуру, фактуру. Когда нужно остановиться? Всё зависит от вас, от ваших личных предпочтений. Я лично предпочитаю останавливаться немножко раньше, давать больше недосказанности, давать больше пространства для домысливания, для фантазии, для воображения зрителя. Если хотите, вы можете детализировать более подробно. В этом мастер-классе я всё-таки сделаю, наверное, более подробную детализацию для того, чтобы показать, как это работает. Итак, дно озера – это у меня не что иное, как набор неких светлых и более тёмных ударов определённого цвета, которые рассказывают нам о его каменистости. такой вот гравийности. Я делаю это короткими ударами мастихина. Коротенькими. Если я нахожу, что некоторые тени у меня получились извечне тёмными, я их тут же делаю посветлее, но не за счёт белил, а за счёт более голубой и светлой краски. Эта голубизна берёт своё начало в том, что все камни, весь передний план, он покрыт водой. И естественно, что вода съедает определённым образом некоторое количество света и трансформирует свет. И если бы эти камни мы писали на суше, они были бы более контрастными, но и наряду с этим они были бы и более цветными. Поэтому вода съедает не только в отражении окружающего пейзажа контрастность, светлоту и насыщенность красок, но также и будучи прозрачной, просвечивая то, что находится непосредственно в ней, в этой воде. И вот таким образом мы пытаемся, и я думаю, у нас достаточно хорошо получается, достичь эффекта прозрачной воды, ну и конечно же каменистого дна. Можно использовать вот такой способ процарапывания. Очень эффективно. Для того, чтобы детализировать отдельные, наиболее мелкие детали, камешки. Дело в том, что синяя краска, которой мы предварительно покрыли полотно, она позволяет нам теперь выцарапывать эти синие тени. Вот это происходит так. Закругленные объекты в воде выглядят несколько более плоскими, как здесь. Здесь я тоже могу дать небольшую детализацию, показать, что там тоже лежат на дне какие-то камни, что-то лежит. Эти камешки мы тоже продетализируем. Но здесь очень важно сейчас поймать цветовой оттенок. Вы заметили, что чем дальше мы углубляемся в живопись, чем дальше мы ведем работу, тем сложнее подобрать оттенок. Это все связано с тем, что на окончательных этапах живописи нам нужно подбирать более тонкие нюансы цветовые, более точные соотношения. Вот в этом и состоит камень преткновения для многих начинающих художников поймать именно соотношения. Ничего сложного нет ни в живописи как таковой, но только в поиске этих самых соотношений. Если у вас получается делать это качественно, то и живопись у вас будет приобретать качественно новый результат. степень детализации еще раз повторюсь зависит сугубо от ваших предпочтений и вкусов. она может варьироваться и менее детально прописана картина ни в коем случае не есть менее качественно сделанной. Вернее нет такой прямой зависимости от детализации. Качество от детализации это вещи независимые. Кроме того, а как же можно тогда судить о качестве живописи? О качестве живописи можно судить только потому, насколько автору получилось передать настроение, впечатление сходное с тем, которое мы испытываем созерцая натуру. Вот если мы можем с точностью сказать, смотря на эту картину, что действительно вода прохладная, что действительно это свежее пресное озеро, что действительно это горные пейзажи, освещенные солнцем, тогда эта картина сделана хорошо. Если мы же чувствуем некоторую пластмассовость или нереалистичность, какие-то нас внутренние ощущения подталкивают к тому, что чего-то здесь не хватает или что-то написано не так, это свидетельствует скорее всего о том, что картина недоработана, но недоработана не в плане детализации, а в плане подбора цветовых соотношений или композиционного решения или рисунка, живопись имеется в виду это именно те цветовые соотношения, которые позволяют говорить о верности в натуре. Именно верность, то, что еще Павел Чистяков подмечал и рассказывал своим ученикам, это верность передачи натуры. Верность это не детальность, еще раз повторюсь. это именно красиво взятые между собой дружные цвета, которые позволяют рассуждать о натуралистичности. Ну и сейчас я за этими рассуждениями проработал в некоторой степени передний план. Светлые части более дальних камешков я делаю более голубым оттенком, поскольку на их поверхности небо отсвечивает более интенсивно. Вот камни, которые находятся ближе к нам, ближе к зрителю, сделаны более теплыми, ахристыми оттенками и таким образом рассказывают о воздействии более прямого солнечного света на них. То есть солнечный свет падает под более вернее наша зрительная ось находится под более прямым углом к этим камням, а таким образом прочитывается лучше солнечный цвет, чем рефлекс от неба. И у нас получается хорошее детализированное дно озеро. Детализированное опять же в той степени, в которой вам это будет интересно. Более или менее. на этих камешках довольно сложно подбирать правильный оттенок, но сложно в отношении количества того или иного пигмента или светлоты этого же пигмента. Но поскольку у нас уже здесь организован определенный цвет, который мы делали в начале, то есть такая желтовата песочная какая-то цветовая гамма именно в ближней части на переднем плане под водой, то в этой гамме значительно легче искать вот эту рябость эти все градации. Если бы этой гаммы не было, писать по отдельности каждый камешек не представляется возможным. Вернее, это возможно, но добиться эффекта похожести с натурой сходства было бы гораздо сложнее и это был бы более тернистый путь и нам бы, конечно же, пришлось не единожды ошибаться, исправлять свои ошибки. Ну, если, конечно же, хочется добиться максимального результата. я думаю, что теперь можно в некоторой степени обобщить то, что у нас получилось кистью. Что значит обобщить? Списать излишнюю детальность. Особенно это касается глади воды. Вода у нас всегда, если же это спокойная вода или точнее сказать, она никогда не отражает окружающий мир с точностью зеркала или какими-то плавными точными четкими линиями. Всегда есть определенная вибрация, даже в самой спокойной штилевой тихой воде. Как же эту вибрацию мы можем показать? немножко сплавив, иными словами размазав некоторые детали. Но немножко. Для этого хорошо использовать плоскую синтетическую кисть. Вот например такую, которой мы писали эти облака. я хорошо очищаю кисть от краски и здесь еще наверное перед детализацией напишу небольшие камешки глубинки там где-то. Я думаю они будут не лишними. Вот так. чуть-чуть посветлее. И где горы бросают свои отцветы здесь тоже появляется определенная фактура дна именно в этих частях поскольку они закрывают сильный голубой рефлекс от неба который и собственно блокирует наше зрительное восприятие дна. Теперь мы видим в некоторой мере здесь появляется у нас каменистое дно. Вот таким образом это совсем я бы сказал незначительные детали но они могут быть интересными особенно если хочется сделать детальную прописанную картину получить вот так то же самое и здесь вот получается эффект дна уходящего под это отражение неба если вы улавливаете то что происходит на экране вот как бы дно у нас уходит под этот рефлекс под отражение неба все за счет написания вот этих именно деталек маленьких камешков которые где-то там где-то там начинают теряться растворяться а на переднем плане они более явственно сделаны здесь более крупные формы и главное еще за этим уследить за тем чтобы не получилось однообразных и одинаковых повторений чтобы ваше дно дно этого озера было максимально интересным ведь в природе камешки не ложатся ровными рядами и одинаковой величины на однаковом расстоянии всегда есть различия например группа более крупных камней группа мелких камней отдельно стоящий или лежащий большой камешек вот это интересно это будет интересно теперь давайте обобщим все что у нас получилось с помощью кисти здесь получается довольно острые линии окружающего пейзажа но я их сейчас вот таким образом немножко сплавлю сплавлю за счет ворсистости самой кисти она набирает на себя некоторую долю краски и растягивает ее по плоскости движения должны быть горизонтальными в некоторых местах едва касаясь холста вот так для того чтобы эффективно распределять краску растягиваем ее растягиваем списываем вот так то же самое и здесь с помощью кисти разглаживаем осторожно надо быть с особо светлыми местами так как светлая краска расползается очень хорошо а назад собирается порой очень не важно то же самое касается и дна немножко обобщим вот так вот так легкими едва касательными движениями для того чтобы создать эффект действительно воды эти камни они под водой они на поверхности и в некоторой мере расплывчатые за счет именно за счет рефлексов воды вот так здесь можно дать больше голубизны больше отражающегося неба до Ну и И мастихинам можно вернуть в некоторых местах остроту, только в некоторых местах, если это будет нужно. Я считаю, что на этом можно остановиться. И давайте полюбуемся, что же у нас получилось в итоге. Вот такая картина получилась у нас в результате нашего полуторачасового творчества. В достаточной степени детализации. Если есть желание, детализацию, конечно же, можно продолжать. Это всё зависит от ваших личных предпочтений. Ну, а по моему вкусу, это достаточно хорошая, законченная живописная работа. Спасибо. 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 Спасибо.